Былый дом Грышанкова на перекрыживании сучастных улиц Белецкого и Баумана. На початку 20-х годов минулого 100-го года тут находился отдел юстиции. Миновата с этого будинку в свой час началась история областной, а тогда еще губернской прокуратуры. Гомельская губернская прокуратура была створена решением президента ГУП Ваканкама 18 вересня 1922 года. Это был час обновления народной господарки и новой экономической политики. Часткая информация об деятельности правоохранных органов этих часов заявляется закрыта и сегодня. У УВД, не пресвеченном 95-й годе областной прокуратуры, эту околичность увеличивали, а им кинулись рассказать об своей истории максимально полно. Читателям будет интересна тема, которая почему-то у нас мало этой теме уделялась. Это об уголовной ответственности немецко-фашистских захватчиков за злодеяния, совершенные на территории нашей области. Всем известны процессы в 1946 году в городе Минске, когда несколько генералов, по вине которых были уничтожены тысячи людей, предстало перед судом военного трибунала. Есть гомельский приговор, где также высокопоставленные очины не только СС, но и вермахта предстали перед судом. В ДК железнодорожников в 1947 году проходил процесс. Но и в этой книге мы говорим о том, что эти процессы продолжались и до новейшей истории. Суды над военными злочинцами, борьба с криминалом и нагляд за ответственностью законодавству судовых решений в основе выдания успоминны ветерану прокуратуры и дадзины из державных архивов. Особливая увага в юбилейном выдании – работе по реабилитации особ, которые потерпели подчас сталинских репрессий. Эти дадзины ранее нигде не публиковались. Вот, например, такие цифры нигде не публиковались. Всего с 1955 года органами прокуратуры области было изучено 19 742 уголовных дела в отношении 37 755 лиц. Из них реабилитировано 26 357 человек. Музей криминалистыки при Гомесском областном музее военной славы открыт в 2010 году. Тогда прокуратура в области была серот инициатором его створением. Теперь тут принимают активный удел о пополнении экспозиции. Сегодня у музея можно обажать новый стенд, присвеченный истории правоохранной структуры и некоторые документы, доступ до яких ранее был дозволен далеко не всем. До речи юбилейного данного у музея так само передали. А прочатого у прокуратуры мают намер взвернуться до дейших и былых супрасовников с просьбой о предоставлении материалов с особистых архивов. В каждого старого, я прошу прощения за это выражение, старого работника прокуратуры, всегда что-то есть личное, интересное, которое будет не только ему сейчас интересно, а и многим другим людям, которые придут в этот музей. Алексей Нчуром, Валерий Копанько, Телерадо Компания Гомиль.